Добрый день! Еще одно видео про вот эту ручку, которую я делаю из полипропилена. Что я хочу показать? Я хочу показать вот рубанок обычный, простенький, ну вот маленький, здесь больше не подлезешь. Вот есть такой вот еще. Вот и что мы можем сделать? Сейчас, не знаю, будет ли видно. Давайте, может, повыселечим как-то. И вот оно. Немного, но сейчас, может, с этой стороны будет лучше. Видите, криволинейная поверхность. Может, сильнее выставить как-то, может, тяжелее идет. Ну, как сами видите, вот строгает. Я могу вывести плоскость. Единственно, надо какой-то или браслет антистатический одевать, или что он налипает, или железа какую-то заземлить. Ну, вот видите, почистил пустой. Вот эти вот полные опять. То есть, он его строгает обычным рубанком. Ну, в зависимости от размера заготовки используемый рубанок. Больше, меньше. В зависимости от размера заготовки используемый рубанок. Ну, вот. Ага, видите, попалась чуть-чуть мягче. Сразу много снял. Поэтому, в отличие от древесины, здесь нет направления волоконами. Строгать можно в любом направлении. Вот, соответственно, можно пользоваться стружком, потому что у меня он сейчас не заточен, не настроен, не покажу. Ну, и стружком двумя руками, а это надо закрепить. Вот, и выводить криволинейные поверхности, еще какие-то. Вот. Неплохо сейчас еще одну такую же заготовку выплавил. Вот. Следующим этапом планирую сделать ручку для молотка. Причем, в чем проблема? Я их как-то плохо насаживаю. Вот. И они вечно что-то как-то болтаются. Мне все это достало. Я их хочу сделать неправильно, но забивать там, не знаю, гвозди. То есть это не столярные работы такие, плотницкие, грубые. Что-то там стукнуть их будет. По принципу, как вот эти кувалды, колуны насаживают. То есть конец шире. Через низ одевается и он слететь не может, потому что там шире конец. Вот по такому принципу хочу сделать. Вот. Если получится ручка для молотка, следующий этап ручка для небольшого топора, потом ручка для большого топора. Вот. В принципе там мне скажут, они продаются. Да, все продается. Тогда можно в принципе ничего и не делать. Самому. Можно и дрова купить. И не колоть. Можно и... Как говорится, и зачем? Можно вообще и не жить. Зачем? Дороги из-за вас могут это сделать. Вот. Ну. Сам решает, что делать, что не делать. Ну. Какие-то... Вот. Плюс еще каких-то, не знаю, струбцин, упор и тому подобное. Вот. Такой вот монолит. На мой взгляд, могут быть... То есть, пока конкретных задач нету, но есть кое-какие наблюдения, кое-какие мысли. Там, не знаю, допустим, для склеивания рамочек. То есть, многие вещи просто не нужны, которые можно сделать теоретически. Вот. Там, допустим, вот эти вот уголки. Выпилить, выстрогать хорошо. Вот. И можно... Еще что-то. Вот. 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 А в зерк Intelvah Лузен, вероятной, и Элю на Fin. Сделать. Вдом на Fin. Я была жена парнеет wackе, но вот не та 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 та. puisseestial на картоне её, наверное, eventually rättвелая, на махер проще. И вот. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Можно использовать инструмент резчика по дереву. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 В следующей серии. Смотрите продолжение 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 в следующей серии. В следующей серии. Смотрите продолжение 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 в следующей серии. выживальщика сделать, выточить. Опять же, если есть токарный у меня станок, я могу, то есть заготовки, токарная обработка. Был бы фрезерный, еще там фрезерная обработка, еще проще тогда. Положили, выфрезеровали за минуту, не за минуту, но быстренько. Пластик для станка по металлу, почти как на холостом ходу. Дальше, что еще из монолита? Какой-нибудь, не знаю, ножка у дивана сломалась, отлили кубик, подложили, а не какую-нибудь книгу, еще что-то. Опять же, как я уже говорил, если здесь бой заниматься, можно здесь что-то сделать красивое, резное, и там, не знаю, как карандашницу, там, не знаю, вот в виде, подставка-то было для ручек, корпус для каких-нибудь настольных часов, что еще интересного видел. И всякие эти есть разметочные угольники, вот в том числе пластмассовые, ну, считают, конечно, что лучше стальные, ну, вот что алюминий, да, алюминий-то не совсем, пластик совсем не то. Но для какого-то уровня они могут быть, то есть упор, если мы его прострогали, правильно сделали это, или там какую-нибудь мавку сделать, самодельный, там, ну, рейс, с которым, ну, разметочный, строгальный и так далее, то есть, что кому надо, кто каким направлением интересуется, рукоятки выточить на токарном, для какой-нибудь регулировки, там, не знаю, звука, еще чего-то. Переключатели барашки, ну, можно вплавить винтик, гаечку, барашки для чего-то. Ну, опять же, для чего-то. Вот, мысль есть армировать, вот, допустим, какой-то веревкой, более тугоплавкой, тогда будет еще большая жесткость. Что еще может быть? Ну, вот, опять же, вот видите, вот у этого рубанка, я не знаю, ну, в принципе, вот как-то вот так вот ржать это, а вот как-то вот так не это. То есть, какой-то вот такой, а этот большой, вот, скажем, какую-то вот другую форму ручку можно сделать сменную. Вот. Может еще что-то быть. пробка бывает, нужно для большой бутыли, там, вино поставить. Вот, отлив, на токарном обточил, притер, чтобы оно плотно... С учетом того, что полипропилен у него, что-то около, по-моему, ближе уже к 200 градусам температура плавления, соответственно, значит, при 100 градусах он, вообще, ему ничего не будет, и обычные трубы белые, полипропилен, они написаны 90 градусов, эти бытовые, ну, и, соответственно, если бы там что-то было вредное, то, я думаю, разорились бы они на взятках, никто бы их не делал. Вот, значит, относительно безвредные они. Можно, значит, делать, что? Какую-то арматуру для самогонного аппарата. То есть, стыковать. Допустим, какой-нибудь угловой надо выточить. Так засвернулся, так вот у меня угловой уголок, чтобы, там, не знаю, какие-то шланчики воткнуть. Вот, может, значит, ну, хоть, ну, надо поглядеть, как он со спятом работает, не работает, дальше, с чем еще может быть. Опять же, они полиэтилен кислотами не разъедаются, соответственно, можно что-то для работы в агрессивной среде. Опять же, вот, мы с товарищем разговаривали, что-то уже стартеры на бензокосе ломаются. Ну, там, получается, какая-то катушка с какими-то этими, то, опять же, можно какую-то вылить вот такую заготовку. Ну, я просто, я не знаю точно, пока гарантировать не могу, что, а, фигня, это сейчас за день выточу. Но то, что они у него, их несколько сломалось, я не думаю, что там сильно сложно. То есть, может, там не получится из-за того, что нужна какая-то фрезеровка, еще что-то. Ну, поглядеть надо, попробовать, может быть. И, как говорится, и так далее, и тому подобное. Что еще? Можно эти сделать рога для велосипеда. Выстрогали здесь отверстия, разрез, болтиком закрепили. Вот. Можно, наверное, какую-то крепешку для фонаря, для какого-нибудь, ну, еще что-то там на руль. Опять же. Что кому надо, и этот вопрос очень такой. Что бывает, ой, а каким-то хомутиком, а как. Вот, вот, можно, чуть-чуть потолще надо. Все, здесь отверстие, здесь отверстие. Естественно, чик, чик. На руле. Туда-сюда оно будет. Вот здесь лошбинку. Вот. Ну, это, конечно, все продается. Ну, бывает, продает, едет из Китая месяца, не приезжает. Жидать, а кататься, допустим, сегодня надо. Ну, за день, да, вы, конечно, не сделаете. Ну, опять же, если есть уже заготовка заранее. Пока, там, зима, печи, пик, топится. Я вот пока круглых несколько сделал пока. Сам не знаю, для чего они мне. Ну, зато у меня он там лежит таким болванкой. Место меньше занимает. И понадобится раз, взял, выточил. Такие вот вещи. К тележке какая-нибудь ручка удобная, чтобы, допустим, пластиковая. И что она не так нагревается, не так. Не как металл. Ну, может быть, что там, с-под пальца вырезали. Надежнее. Вот. Ну, как видите, опять же, это что, можно вот обычным столярным инструментом работать. Не, там, два часа, не три часа. Тьфу, другое время уже. Ой, что-то не поглядел на время и запутался. Хотел что-то другое сказать. Не шумя. Да, там долго это буду работать, но какая мысль была. Ну, можно потихонечку, хоть ночью, хоть в два часа ночи, хоть в три. И вот о чём я хотел. Никому не создавая лишних проблем с соседем, ещё каких-то конфликтов. Что ты там шумишь? Ну, пыль, да? Опять же, она вот не совсем мелкая, скажем так. Так как после шлифоварии там такая, она легко пылесосится. И вот то, что собрали отдельно, чистое, то можно снова переплавить. Вот. И опять же, материалы и бывает. Ну, я особо не искал. Там, что у нас бывают. Обрезки труб бывают, попадались мне. Кто-то, так, ну, старая канализация, вода, все равно там какие-то будут внутри шлаки, ещё что-то. Ну, вот остаётся после ремонта, бывают какие-то кусочки. Всё это можно переплавить. Крышечки, канистра самая-то вот. Канистра, она большая, много материала. Ну, чёрный, кстати, отличается реже, чем белый, скажем так. И материал такой, который... Так, дармовой. Биту можно сделать. Какую-то такую, не биту, а дубину. Ага. В машине возить. Интересно, можно ли шарики... А, ну, надо шараточку сделать, можно ли шарики вытащить. Зачем нам шарики? Я не знаю. Из них можно сделать эту... Марионетку. О, из шариков. Футбол играть таким не получится. О. О. Продолжение следует... Помощник пришел, сейчас запрыгивает на стол и все, лапами раскидает. Ну ладно, и так я уже почти полчаса вам рассказывал. Если есть какие-то интересные мысли, поделитесь, может у вас какие-то есть. Я живу и не знаю, что мне нужна вещь, я ее могу сделать. Да вот оно, барашек, есть рубанка, у которой просто болтик вставлен. Здесь наплавить надо, да, выточить. Ну видите, производительность низкая, потому что на весу надо все-таки закрепить куда-то раз. Во-вторых, проверить, насколько нож заточен. Так-то он у меня брил, заточен был хорошо. Ну видите, периодически отвлекаюсь на вас. А еще задумка есть, как-нибудь эту голову для штатилы сделать хорошую. То как раз может быть именно такая заготовка, из которой... Потом... То есть заготовку можно и круглую, и квадратную, и треугольную. Ну в принципе, вот глядите, края-то я уже обточил, острых углов нет. Вот здесь вот только надо, вот тут немножко. А так вот оно уже можно просверливать и крепить. Ну вот это место. Спинка я не знаю. А ну вот здесь еще плоскость надо подвести. Вот такой вот рассказ. На полчаса. Ну, как говорится, и мне веселее, не просто строгают. Я примерно так потихонечку и работаю. Строгнул, поглядел, подумал. Подстрогнул, еще подумал. Вот. А так... С вами пообщался. Польза. Вот. По-хорошему надо сейчас его размечать. Просверливать вот это отверстие. И тогда уже относительно его смотреть. Потому что какой-то бачок больше заварен. Ну, оно само-то пройдет не идеально. Как он будет становиться, смотреть уже и глядеть. В идеале даже, допустим, в этом поставить. Построгать. Ага, допустим. Вот здесь. Там, не знаю, трет. Чик-чик-чик, подточил опять. Ага, там вот здесь. Там как-то неудобно. Какой-то вот такой. Может быть. В-А-Б-И-Я-Н-Т. Вот. Упоры какие-то из них можно. Прижимы делать. Есть мысли. Вот эти вот струбцины F-образные. Которые там такие чик-чик-чик-чик. С рукояточкой. То есть тут самому корпус отливать. Ну, то есть детали потом уже. Высверливать, дать, вытачивать. Конечно, да. С фрезерным станочком было бы проще. Что закрепил там. Выфрезеровал как надо. Было бы и точнее, и быстрее. Вот. О. А если... Сейчас я говорю, не F-образные. Вот есть трубные. Вот я глядел, они что-то порядка тысячи рублей стоят. Китайская. На одну трубу. То есть такие длинные. То есть трубу можно брать любую. Вот. Там понятно, с одной стороны, допустим, как-нибудь... Просто приварить с конца. Можно упор. А вот эту передвижную можно сделать из пластика. Чук. Вот эту часть. Я не думаю, что вы будете... Что вот так вот, вращая какую-то круглую загадету, то есть без рычага вы сможете сломать вот такую толщину полипропилена. То есть, скорее всего, не сможете. Вот. Ну, кстати, сейчас мне эта мысль пришла. Надо будет ее подумать. Потому что я что-то про них все думал, про трубы. Ну, что-то мне тысячу рублей жалко. Там не так уж много чугуна там на них идет. Был бы там какой-то чугун сильно ценный. Вот. Опять же, она уронил. А там если чугун, то уронил. И нету. А это может быть. Кстати, все хорошие. Надо на них еще поглядеть. Вот. Тык-тык. Чтобы она... Как? И, может быть, сделать что-нибудь несколько. Ладно. Все буду тогда думать. Благодарю за внимание. Всего доброго.